С чего начать? Что дать на первом уроке? Я считаю, что лучше всего дать потрогать на практике всю концепцию скретча, не вдаваясь в подробности. О подробностях можно будет поговорить потом. Я обычно на первом уроке даю такой вот пример. В двух словах расскажите, что есть сцена и есть персонажи на ней. Поменяйте фон сцены, а далее рассмотрите, как можно оживить персонажа. Добавьте какой-нибудь блок, допустим, идти 10 шагов, и нажмите на него. Покажите, что результат выполнения можно сразу видеть. Но сразу же скажите, что запуск игры, старт игры — это зеленый флажок. И любая программа должна начинаться с блока «зеленый флажок». Сейчас мы нажимаем на зеленый флажок, и наш персонаж двигается. Двигается он некрасиво, поэтому расскажите сразу о том, что есть костюмы. Костюмы можно менять. Добавим еще одну команду «Смена костюма». Теперь наш персонаж ходит, но для того, чтобы он ходил, нам приходится постоянно кликать на кнопку флажка. Это неправильный гранус, запускается один раз. Поэтому можно было бы делать вот так, но это глупо и непрактично. Поэтому сразу показываем, что есть конструкции повторения, которые определенное количество раз могут повторить какие-то команды. А есть конструкция повторения, которая будет вечно повторять эти команды. Это лобли и оттягивание кота за хвост. Выглядит очень забавно, здесь вам понравится. Расскажите о том, как остановить программу. Ну а теперь научим кота отталкиваться от стен. Еще один смешной момент, когда кот оттолкнется и побежит вверх ногами. Тут стоит рассказать о том, что есть разные способы вращения, и их можно менять с определенной командой. Причем эту команду надо выполнить только один раз. До кота сразу дойдет. Кот никому не понравится, если повторять постоянно одно и то же, то, что уже сделано. И получается вот так. Далее. Нам надо сделать небольшую задержку. Кот бегает как ужаленный, и надо будет, чтобы он бегал помедленнее. Тут одна маленькая проблема. Дети в возрасте, когда проходят скретч, скорее всего, не знают, что такое десятичная дробь. Поэтому я советую использовать сотые. Всегда сотые. Даже если у вас две десятые, напишите двадцать сотых. Пускай они привыкнут к такому вот использованию дробей. Для них так будет намного проще. Наш кот сейчас каждый шаг проверяет, есть ли перед ним стена, и если есть, то отталкивается от нее. Сейчас мы сделаем свою собственную проверку с помощью блока «Если». Покажем выбор цвета, выберем цвет кактуса. Пусть кот, когда проходит мимо кактуса, думает кактус. Добавим блок «Думать» и напечатаем сюда кактус. Проверим, как это все работает. Так, вот кот бежит. Бежал до кактуса, думает кактус. Но почему-то дальше продолжает думать кактус, не смотря на то, что уже отошел от него. И тут нам понадобится еще один блок «Если» более расширенный, где мы сможем указать, что делать, если кот не касается кактуса. Кстати, советую сразу обратить внимание детей на то, что блоки разного цвета и как их искать, потому что они все будут делать по готовым примерам. Следующий пример «Аквариум», где по дну будет бегать краб, так же как бегал кот. А другие обитатели будут уже использовать другие команды. Допустим, акула у нас будет плыть в случайное положение в течение двух секунд. И это нам надо, чтобы столкнуть детей с еще одной проблемой. Мы не сможем менять костюмы таким образом. И тут очень советую сразу на первых уроках показать, что программы можно запускать параллельно. Добавляем еще один блок «Флажок». И в этом блоке добавляем цикл со сменой костюма. Таким образом, акула сможет одновременно и плыть в нужное положение, и будет менять костюмы. Обратите внимание детей на то, что параллельные алгоритмы могут использоваться не только для смены костюмов. Добавим рыбоколючку и желтую рыбку, которая за ней постоянно следит. Она используется для этого новую команду. Тоже обязательно в разных алгоритмах это происходит параллельно. Далее можете попросить детей добавить что-нибудь свое, использовать условия, блоки думать. Можно попробовать повороты и так далее. На следующих уроках стоит все это рассмотреть подробно, детально, с подробным описанием всех команд. И тут как нельзя лучше подойдет, скорее всего, модуль перо. В третьем скретче это отдельный модуль, его надо отдельно подключать. Тут вы вдоволь проходите лабиринты, поиграете с координатами. Тема координат тоже будет новой для детей. Возможно, выполните какие-то творческие задания. Может быть, вы даже дойдете до вложенных циклов и рисования с помощью вложенных циклов каких-нибудь красивых вещей. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Там будет много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!